На связи у нас Сергей Пархоменко, которого мы вам обещали. Сергей Борисович, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро, очень рад вас видеть. Очень тоже рад вас видеть. Вот, я не знаю, в Курте вы или нет, поскольку это не так уж давно появилось, с этой ситуацией в Чечне, где на защиту Курус-Мартана приехали силовики после частного конфликта двух людей, можно так сказать. И люди оттуда, как говорят, мобилизуют на войну, просто отправляют. Кого, значит, удалось забрать, кого посчитали как-то причастным или не причастным, я даже не знаю, по какому принципу, того отправляют. Вот такая вот история и ситуация. Я вчера, когда посмотрел, подумал, что немного на своей волне живет Чечня, но с другой стороны, в общем мейнстриме, на мобилизацию отправляют, отправляют, все на фронт отправляют, нормально. Мне кажется, она совершенно живет не на своей волне, она просто живет немножко впереди, она как-то опережает остальную Россию. Мы это много раз видели. Ну, например, по-моему, самый яркий пример – это то, что связано с всякими судебными делами, обвинениями, фальсификациями обвинений и так далее. Сначала эта вся технология отрабатывалась на Чечне и вообще в целом на Кавказских республиках, а потом это становится достоянием всей остальной России. Помните, мы удивлялись тому, что происходит, скажем, с Аюбом Титеевым. Был такой прекрасный и есть, слава богу, он жив-здоров. Я буквально вчера его видел и как-то здоровался с ним за руку. Он был представителем мемориала в Чечне. И мы как-то удивлялись, как с ним поступили, как фальсифицировали его обвинения, как совершенно наглым образом имитировали какие-то следственные действия в отношении его, обвинили его, судили его, тащили его, мучили его. И мы как-то говорили, вот, смотрите, как это там все происходит, как-то никогда не видели ничего подобного. А потом увидели опять и опять и опять и опять и бесконечно видим каждый день теперь во всей остальной России. Просто с них начинается. С правозащитников там, вообще с каких-то людей, которые там хотят что-то такое отдельное думать, что-то такое отдельное понимать. Вот начинают с них, а потом распространяют на всех остальных. А как вам кажется, это Россия на автомате, что называется, берет пример? Или действительно целенаправленно они обкатывают какие-то политические технологии или репрессивные технологии? Кто подает пример и кто является инициатором? Да нет, просто государство, что называется, втягивает щупальца. Его становится все меньше. И начиная вот с этих мест, вот в каких-то местах начинает чувствоваться, что государства больше нет. А есть, нет закона, нет процедуры, нет суда, нет конституции, нет прав человека и так далее. Это все как бы атрибуты, права человека, между прочим, это атрибут государства, это часть государственного устройства. Постепенно государство исчезает. Это, знаете, как вот, ну не знаю, мокрое пятно на ковре. Оно вот, начиная с краев, как бы начинает так подбираться, подбираться, постепенно, к середине. Его все меньше и меньше. Его не видно. И постепенно высохло совсем. Вот я думаю, что то, что мы видим, то, что мы видим в России, скажем, в тюрьмах, когда ездят какие-то люди и произвольно вынимают оттуда людей, каких хотят, по своему собственному усмотрению. Говорят, что на войну, а может и не на войну, на фронт, а может и не на фронт. В конце концов, никто не может проследить, что дальше с этими людьми случается. Одних, наверное, отпускают на волю, других просто сразу убивают, третьих действительно везут на фронт. Мне кажется, что в тех же Кавказских республиках это существует достаточно давно. Если очень надо, можно человека из тюрьмы вынуть под тем или иным предлогом. Решение суда никого не интересует, наказание, отбывание его никого не интересует. Как-то хотим вынуть, вынем. В этом месте государства уже нет. А теперь мы это имеем на всю Россию. Забавно, что продолжая эту метафору с мокрым пятном, Россия же действительно теперь размыта в своих границах, во всяком случае, в официальных. Да, да. Параллель совершенно очевидный. Славненько как-то переходит в окружающий мир. Мы не очень понимаем, в каком месте, собственно, кончается Россия. С чего начинается Родина. То ли вот с этого, то ли вот с того. Не говоришь о том, где оно заканчивается теперь. Заканчивается в данном случае, да. К вопросу о параллелях. Знаете, вот я все время, пока вы отвечали сейчас, Сергей Борисович, пыталась с вами спорить мысленно. Я говорю, ну вот о родителе. Вот в Чечне над родителями издеваются, когда хотят надавить. Тут же вспомнила отца Ивана Жданова. Потом подумала, ну, может быть, еще пока нет внесудебных казней. Но потом вспомнила Евгения Пригожина. Все-таки есть, по-моему, еще одна такая грань, которая касается политических оппонентов Владимира Путина, которым пока всего лишь выносят, и я беру это всего лишь в кавычки, по восемь с половиной лет за правду, за эфир в интернете, по факту за слова. Тем самым предлагаю обсудить историю с Ильей Яшиным, которая случилась уже в конце прошлой недели, но зрители Breakfast Show не попали на обсуждение. Этого обсуждения пока не было, учитывая, что в пятницу Саша не выходит в эфир. Если можно, ваш комментарий, Сергей Борисович. Восемь с половиной лет для Ильи Яшина. Ну, а какой комментарий? Цифра, в данном случае, по-моему, не имеет большого значения, потому что мы, опять же, привыкли уже так же ровно, как мы привыкали сначала в Чечне к этому, к тому, что люди сидят, пока существует режим. Вот сколько Путин пробудет у власти, или там, ну, то следующее, что после него может уже там не называться Путин, но по существу все равно будет Путиным. Сколько вот это сохранится у власти в России, столько эти люди будут сидеть. Если это продлится больше 8 лет, 10 лет, 12 лет, они будут сидеть больше 8, 10, 12 лет. Если это кончится завтра, они выйдут завтра. Так что цифра значения не имеет, а имеет значение факт, что случай Яшина – это еще один случай человека, посаженного в тюрьму, человека, у которого отнят кусок жизни, какой-то кусок жизни, у него отнимут. Время, проведенное в тюрьме – это время, которое нужно вычеркнуть из жизни. Вот у Яшина унесут какой-то кусок его жизни, единственной жизни, которую природа ему отвела, ни за что. За то, что он сказал то, что является сегодня абсолютно общепризнанным фактом, за то, что многократно расследовано, показано, расчислено, прослежено, доказано, не вызывает никаких сомнений ни у кого, он это произнес. Назвал вещь своими именами. За это он оказался в тюрьме. Вот мы здесь с вами сидим, а сейчас Кетти Хараидзе собирает чемодан, сумку. Вот сейчас, в настоящую минуту, у нее сегодня приговор. Я просто все время про нее вспоминаю, потому что это вот как-то следующий. Когда-то нам казалось, что, ну, там, мне не казалось, но фигурально выражаясь, так сказать, многим казалось, что все кончится Навальным, что Навальный – это какая-то отдельная такая история, какая-то совершенно особенная, нас не касается, мы же не Навальный, вот человек сам выбрал себе такую судьбу, вот с ним что-то такое происходит. Потом это пошло дальше, Горинов, Карамурза и еще множество разных людей, которых здесь можно было бы назвать, теперь Яшин. А теперь вот Кетти Хараидзе, муниципальный депутат московский, который сегодня получит несколько лет тюрьмы. Ей назначат несколько лет вырванных из ее жизни за то, что она пыталась остановить в Москве застройщиков. В цивилизованной Москве, лакированной, сытой, довольной, богатой, где все в порядке, где МФЦ и прочие удобства для граждан. И, строго говоря, это не было выступлением против режима. Это было, несомненно, выступлением против режима, потому что это часть режима. Потому что это точно часть режима существования такого рода компаний, которые существуют, несомненно, благодаря своей связи с властью, благодаря своей присосанности к властным бюджетам, тендерам, госзакупкам, возможностям и так далее, и так далее. Да-да, вы просто говорите, Сергей Борисович, вы говорите по факту, и, разумеется, с вами трудно не согласиться. Я-то говорю чисто формально. Вот с тех же самых позиций, о которых говорили вы сначала, что мы-то не Навальные, мы-то в политику не идем. Окей, не ходите в политику. Но у нас вот тут, значит, беспредел, застройка, какие-то кровавые бизнесмены нас душат. Так оказывается, что это ровно одно и то же. То, о чем говорит Навальный, и то, против чего выступают защитники любой экологической проблемы и так далее. Это одно и то же, просто требует небольшого интеллектуального, так сказать, мыслительного усилия. Просто нужно на шаг вперед пройти в своих размышлениях. Нужно сначала увидеть этих людей, которые, не обращая никакого внимания на закон, и готовы переступить через любые правила и, соответственно, любого человека, который на этих правилах настаивает, а потом сделать следующий шаг в этих размышлениях и спросить, откуда они взялись? А как получилось, что они вообще есть? Как получилось, что они чувствуют себя так спокойно и свободно и защищенно? Что, собственно, случилось, что заставило нас иметь дело с этими людьми? А вот что. Существование этого государства вот в этом виде. И тогда оказывается, что протест против этих людей – это в некотором роде протест против этого государства, конечно, как породившего их. Много кто пытается предложить противовес этой системе. Вот, в частности, Нобелевский комитет со своей стороны тоже постарался и номинировал мемориал, и мемориал стал лауреатом, одним из лауреатов Нобелевской премии мира. Вы были на церемонии, насколько можно судить, по вашему... Да, вот вчера ровно оттуда прилетел. Тоже, если можно и впечатлениями поделиться, и еще раз подвести какой-то итог вручения этой премии, Нобелевская премия мира, мемориалу, может ли это на кого-то повлиять, оказать так называемые неизгладимые впечатления? Может ли кого-то это впечатлить среди путинского окружения? Может быть, это как-то... Нет, среди путинского окружения понятно, что это только разъярит, и понятно, что это только их дополнительно бесит, потому что вот им, так сказать, в морду ткнули, вот они Нобелевские лауреаты, а вы нет, и не будете. А они уже, а вы никогда. Что это вызывает? Вызывает только бешенство в ответ. И когда говорят, послужит ли Нобелевская премия какой-то защитой, или каким-то там гарантиями от чего-нибудь, или там смягчением чего-нибудь, нет. На самом деле только больше бешенства и больше свирепости будет в отношении мемориала, его людей, его дела, и вообще всего, что связано с этим. Но важно вот что, по-моему, что действительно, что делает Нобелевский комитет? Вот в данном случае Нобелевский комитет премии мира. Он ежегодно обращается к миру с каким-то посланием, выраженным в форме его решения. Он когда решает, он не просто как бы выбирает там из списка. Вот есть список хороших людей, давайте выберем из этих хороших самого хорошего. Нет, он делает этим какое-то сообщение, предлагает миру это понять. Вот что сегодня представляется самым важным, самым полезным для людей, что является, знаете, вот была такая формула, собственно, для Нобелевской премии мира. Кому вручается Нобелевская премия мира? Благодетелям человечества. Людям, оказавшим человечеству большую услугу своей деятельности. Вот что сегодня является важнейшей услугой человечеству? Нобелевский комитет отвечает. Борьба в тоталитарных, закабаленных своими диктаторами странах за права человека. И делает это заявление, делает это послание в форме награждения трех сущностей, трех лауреатов. Один из них это живой человек, Олесь Беляцкий, другая украинская организация, Комитет гражданских свобод, а третий мемориал. Он это делает одновременно и делает, несомненно, еще второе послание. Смотрите, мы их награждаем одновременно. Мы не случайно выбираем эти три страны и организации из этих трех стран, и людей, говорящих на этих трех языках. И мы хотим, чтобы у нас в зале, в величественном этом очень особенном зале награждения Нобелевской премии прозвучали подряд три вот этих языка. Чтобы сначала было сделано заявление по-белорусски, потом по-русски, потом по-украински. В порядке букв норвежского алфавита. И это происходит. И этот месседж всеми понят. И всеми ровно так и воспринят. И эти три лауреата, ну, там была жена Олеся Беляцкого, Наталья Пинчук, и два председателя от украинской организации Александра Матвейчук и от мемориала Яна Рачинский. И вот они сидели рядом, в трех креслах на сцене, в присутствии всей этой высокой публики, королевской фамилии и всякого такого прочего. Сидели рядом и говорили три речи, которые в сущности были одна продолжением другой, хотя они были произнесены на трех разных языках, и акценты были расставлены, разумеется, по-разному. Каждый говорил о чем-то, что ему было важнее, но они, конечно, были связаны между собой, и это было продолжение этого решения Нобелевского комитета. Так что за всей этой, так сказать, яркой скорлупой от Нобелевской премии все всегда обращают внимание на эту формальную сторону дела, на смокинги, бабочки, медали, какое-то невообразимое количество цветов вокруг этого всего, какое-то море шампанского, которое проливается на этом официальном приеме в присутствии царственных норвежских особ и прочее. Но на самом деле в этом во всем есть очень глубокое содержание, очень ясная мысль, и в данном случае она очень ясно была выражена и очень отчетливо была понята. Это, надо сказать, не всегда удается Нобелевскому комитету. Иногда бывают какие-то странноватые решения, иногда все говорят, а что они вдруг как-то за это уцепились. А здесь как-то всем все было совершенно понятно. И это сильное высказывание, что называется, такое мирового уровня. Мы тем временем можем вернуться еще к новостям, так сказать, текущим, и буквально сейчас телеканал «Дождь» «Живее всех живых» сообщает о том, что под Петербургом силовики пришли с обыском к владельцу магазина Дмитрию Скурихину. Для меня удивительнее всего, что он до сих пор на свободе, но он под запретом определенных действий находится. Тем не менее, человек, который превратил свой собственный магазин в политическое высказывание, в постоянно, в перманентный такой транспарант-митинг. Ну и сегодня очередной обыск. У него 23 сентября уже приходили, после чего задержали. 25 сентября назначили запрет определенных действий. Сейчас пришли зачем-то, непонятно зачем, в очередной раз сейчас обыскивают. Самое потрясающее для меня, не знаю, как для вас, это то, что даже не то, что он находится на свободе, а что такие люди постоянно находятся. Они вот, то есть, никто не знал про Скурихина, появился Скурихина. Где-то на перекрестке дорог появился магазин, который до сих пор работает транспарантом. Ну да, это тоже, это тоже часть войны. Война всегда, война не только убивает людей, но еще и открывает людей. На всякой войне появляются герои, появляются какие-то люди, которые остаются в истории потом, благодаря этой войне. Это тоже, он герой войны, этот человек, собственно. И тот факт, что он находится далеко от фронта, географически, он на самом деле ничего не меняет. Он тоже герой войны. Война его сделала героем. И мы наблюдаем это в каких-то совершенно мирных сферах человеческой жизни. Я не знаю, что может быть дальше от войны, насилия, крови и так далее, чем школа, например. Мы видим разных учителей, тех, которые подчиняются, и тех, которые не подчиняются, тех, которые готовы разговаривать с детьми о том, что происходит на самом деле, и тех, которые готовы обрушивать на их головы бесконечное количество вранья, и тех, кто сопротивляются этим новым правилам вот этих, так сказать, часов ненависти обязательных еженедельных, и тех, кто подчиняются. То же самое мы видим, скажем, в книжном деле. Выясняется, что профессия книготорговца это профессия человека, находящегося просто на передовой. Люди, которые держат книжные магазины или, я не знаю, являются директорами в каких-то больших книжных сетях и так далее. Сегодня на них оказалось, на них смотрят с интересом и с опаской, и в то же время с надеждой. А вот эти, что они выдержат, смогут, сдюжат, уберут книжки из полок какие-то или оставят, запретят или нет. А дальше издательство, вот там, я не знаю, кончается тираж книжки Киры Ярмыш. Даже речь идет не о новой книжке, речь идет о книжке, которая уже есть. Кончается тираж Киры Ярмыш. Будет допечатка или нет? Можно же забыть, можно сказать, все равно продали, забыли, нету. Какая Киры Ярмыш? Не помню. А можно сказать, а собственно, а в чем дело? Ну нормально, как-то тираж кончился, напечатаем новый. Неправильно же, чтобы спрос был, а книжки на прилавке нет, это же нехорошо. Ничего не происходит. Вот, так что какие-то совершенно профессии такие далекие от войны, от стрельбы оказываются очень очень важными в военное время. Можно еще попросить Киру Ярмыш переписать книжку. Вот этот один процент авторов, которые должны чуть-чуть изменить сюжет и героев, чтобы их книжки продолжали печататься и выставляться в разных магазинах. Спасибо большое, Сергей Борисович. Что-то я понимаю, что Кира Ярмыш на это стоит. Она уже новую написала. Да, там новую как раз. Много вопросиков к новой книжке. Спасибо большое. Пасив Сергей Борисович. Сергей Паркоменко был с нами сегодня этим утром.